Всем привет! В эфире спортивный интерес. Каждую неделю мы сообщаем о самых заметных событиях в мире спорта и сегодня в программе. Неолимпийские жаркие твои. В Москве состоялся фестиваль неолимпийских видов спорта. Битва года. Ведущие бойцы смешанного стиля завершат сезон масштабным сражением Fight Nights. И с детским азартом во взрослый футбол. Знакомство с самыми юными участниками чемпионата России по футболу через несколько минут. Народные, массовые, популярные, национальные, но неолимпийские. В Москве состоялся фестиваль видов спорта, очень популярных у молодежи, но пока не имеющих признания Международного олимпийского комитета. Паркур и воркаут, самокатный спорт и велоэкстрим. Этими дисциплинами занимаются десятки тысяч москвичей. И пусть звездами спорта шансов у них стать, откровенно говоря, немного, это никого не останавливает. Музыка 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 И я считаю, что здорово, что на сегодняшний день возрождается тенденция именно популяризации таких видов спорта. Видов спорта, где молодежь может себя реализовывать и получать некую альтернативу проведения досуга. А для любителей новомодных технологий были проведены тест-драйвы спортивных гаджетов, таких как мобильные прыжковые ходули, электроскейт и сигвей, электроскутер. Молодость их главный козырь, и он же единственный недостаток, который, правда, со временем исчезнет. Ведущая футбольная школа Московспорта Чертанова пошла на смелый эксперимент и заявила во вторую лигу чемпионат России своих воспитанников. Юным футболистам всего по 16-17 лет, и это рекорд в российском профессиональном футболе. Что дает столь раннее погружение во взрослый спорт, и можно ли рассчитывать, что плоды этих экспериментов мы увидим на чемпионате мира 2018 года, выясняла Юлия Еременко. Позади 20 туров профессиональной футбольной лиги. Самое время подвести итоги для дебютантов этого года столичного Чертанова, самой юной команды 2-го дивизиона. Последний раз чертановцы играли на нелюбительском уровне в далеком 93-м году. Возвращение, что ни на есть долгожданное. Первый год он экспериментальный. Вообще это эксперимент, на который пошел футбольный союз российский. И надо, прежде всего, сказать славу благодарности в том, что они пошли нам навстречу. Главным условием допуска Чертанова 2-й дивизион была игра на протяжении всего сезона только с помощью воспитанников школы не старше 23-х лет. Это первый год, и я думаю, что будут проанализированы некоторые моменты. И мы очень надеемся на то, что в регламент соревнований будут внесены изменения, особенно в части касаемо возраста выступлений. На перерыв чертановцы ушли, находясь на 14-м месте. Две победы, 4 ничьих, 14 поражений, разница мячей 18-43, имея в запасе 10 очков. Результат по сравнению с другими командами, пережившими подобный опыт, более чем положительный. Но по словам главного тренера Чертанова Михаила Буренкова, его подопечные могли бы выступить и лучше. По-моему, мы, наоборот, не добрали какое-то количество очков. Много матчей пропустили, проиграли всего лишь в один мяч. И эти неговы мы эти пропускали в каких-то единоборствах, где просто нам не хватало элементарной мощи для того, чтобы противодействовать сопернику. И большие надежды связаны с тем, что ребята, приобретя уже опыт выступления в этих соревнованиях, в оставшейся часть чемпионата выступят значительно успешнее. На более результативные матчи рассчитывает и капитан команды «Синебелых» Александр Котов. Первый круг у нас пошел блинком, как говорится. Но второй круг, безусловно, мы будем стараться продолжать играть, свою игру строить, которую нам дают, которую хотят от нас видеть. Поэтому обязательно мы наберем те очки, которые должны набрать. Впереди почти пять месяцев межсезонья. Период различных изменений в командах, которые не обойдут стороной и Чертанова. Естественно, у нас произойдут изменения, но они коснутся только той стороны команды, что вольется большая группа ребят, выпускников 1997 года рождения. 21 год назад Чертановцы заняли предпоследнее 21 место в четвертой зоне. В этом же году независимо от дальнейших перемен, учитывая достижения прошлых лет, заняв даже 16-ю строчку турнирной таблицы, это уже будет успех для «Синебелых». Заявка Чертанова в профессиональной футбольной лиге – это не только факт перехода на более высокий уровень, но и самый значимый сезон за всю историю клуба. Цель эксперимента – сделать переход из детского футбола во взрослый менее болезненным. А результат опыта тренерский штаб Чертанова планирует увидеть уже в 2018 году. По заверениям наставников команды, на домашнем чемпионате мира в составе сборной России будет представлен как минимум один воспитанник футбольной школы Чертанова. «Битва 18. Перезаморозка». В субботу ведущие российские бойцы смешанного стиля завершат сезон масштабным турниром «Файт Найтс». Во дворце спорта «Динамо» в Крылацком зрителей ждет 11 бескомпромиссных боев по правилам ММА в клетке. Ну а главным событием турнира станет долгожданное возвращение в Россию чемпиона «Беллатор» Александра Шлеменко. Это один из лучших российских бойцов вне зависимости от весовой категории. В активе 30-летнего уроженца Омска 50 побед на профессиональном ринге. Он сделал себе имя благодаря успешным выступлениям в американской лиге «Беллатор», где выиграл два гран-при и впоследствии стал чемпионом организации. Шлеменко известен смелой и атакующей манера ведения боя, за что получил прозвище «Шторм». Соперником российского бойца станет швейцарец японского происхождения Ясубей Энамото. Харизматичный образ, колоритная внешность и готовность принять любой вызов. В общем, все, что нужно для главного боя вечера. Все поединки пройдут в клетке по правилам смешанных единоборств, что придаст турниру дополнительную зрелищность. Спорт, как известно, это не только голы, очки и секунды. В Москомспорте прошел день приема граждан. Каждый желающий в порядке живой очереди мог задать любой вопрос, руководству департамента физкультуры и спорта. Большая часть обращений была связана с подготовкой спортивных сооружений к зимнему периоду, строительством физкультурно-оздоровительных комплексов, велодорожек и спортивных площадок во дворах. Пока это все, но не забывайте, со спортом мы расстанемся нескоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова